Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Во-первых, я должна поблагодарить организаторов за то, что очередной раз состоялся такой чудесный онкологический форум. Выбрано очень удачное время. Я честно могу сказать, что вчера гуляла, а точнее вернулась сегодня около трех ночи после разведения мостов, и поэтому очередной раз восхищалась прелестью этого города, который очень люблю. Ну а, так сказать, мое сообщение будет касаться очень такой узкой темы. Это лечение хердоположительного метастатического рака молочной железы. И хочу напомнить, поскольку в нашей сессии предшествовало заседание по адювантной и неоадювантной терапии, хочу напомнить аудитории хорошо известные, так сказать, истины, а точнее, хочу напомнить цели, которые мы преследуем при лечении метастатического или диссиминированного рака молочной железы. Эти термины используются в равной степени в медицинской литературе. Так вот, в отличие от адювантной и неоадювантной терапии, где основная цель – это излечение, при метастатической болезни мы понимаем, правда, может быть, Николай Владимирович сейчас в своем докладе опровергнет мои слова, но мы понимаем, что все-таки лечение диссиминированной болезни является палеотивным, и основная цель – это увеличить сроки жизни настолько, насколько мы можем это сделать, и улучшить качество жизни, причем как за счет купирования симптомов, вызванных опухолевым ростом, так и за счет максимально возможного снижения токсичности нашего лечения, поскольку вы хорошо знаете, что подавляющее большинство противоопухолевых препаратов обладают определенными видами токсичности и, соответственно, также могут ухудшать качество жизни. Ну, а та проблема, о которой я буду говорить, это проблема, которая тоже такой своеобразный, может быть, юбилей могла бы отметить в этом году, потому что ровно 35 лет назад впервые в медицинской литературе, точнее, вот вы видите здесь оригинальное, так скажем, издание статьи в журнале Nature, впервые прозвучало слово, точнее аббревиатура HER2, ну, в том варианте RBB – Related Gen, то есть впервые был описан ген, который, как показали дальнейшие исследования, ассоциируется с менее благоприятным прогнозом, более агрессивным течением заболевания, резистентностью к привычным для нас видам терапии и к гормонотерапии при наличии рецепторов эстрогенов, и к химиотерапии. И дальше вы хорошо знаете вот тот сложный и долгий путь, который прошел, так сказать, исторически прошел метод лечения HER2-положительного рака молочной железы. И хочу сказать, что вот в этом году на АСКО, это буквально новость с колес, были обнародованы результаты последнего, финального анализа результатов исследования Клеопатра, которое, как вы помните, было посвящено сравнению эффективности тростузумаба и доцитоксела. Это стандартный на момент начала этого исследования вид лечения метастатической болезни, HER2-положительный, и комбинации доцитоксела с двойной анти-HER2-блокадой тростузумаб и пертузумаб. Хорошо известны вам всем исследования и хорошо известны, в общем-то, вам результаты, поскольку я помню, как вот около пяти лет назад, да, это 2015 год, исследование, вот это было опубликовано, и как мы восхищались тем, что добавление двойной анти-HER2-блокады позволяет добавить ни много ни мало, почти полтора года жизни пациентам в группе двойной анти-HER2-блокады по сравнению с теми больными, которые получали тростузумаб в сочетании с доцитокселом. Для такого неблагоприятного варианта рака молочной железы, как HER2-положительный, это действительно лечение, которое меняло судьбу значительной части пациентов. И вот результаты, о которых я уже так авансом сказала, это результаты финального анализа, которые показали, что и через 8 лет наблюдения сохраняется такой значимый выигрыш, он даже немного, так сказать, увеличился в абсолютном измерении, и лечение, которое включает доцитоксел, тростузумаб и пертузумаб в первой линии терапии, в этом исследовании позволило прибавить пациентам 16,3 месяца жизни. Это окончательный анализ. И хочу еще подчеркнуть, что вот это исследование не выявило каких-то, вот при таком долгосрочном времени наблюдения, не выявило каких-то дополнительных симптомов токсичности, отсроченной токсичности по сравнению с теми данными, которые уже были опубликованы в предыдущих отчетах по исследованию. При анализе различных подгрупп, я не стала приводить эти сложные графики, просто констатирую тот факт, что выигрыш был отмечен по общей выживаемости во всех подгруппах больных, выигрыш в пользу двойной антихир-2 блокады. Я не привожу данные по безрецидивной выживаемости, она, в общем-то, тоже выявлено статистически значимое различие в пользу двойной антихир-2 блокады. Я привожу именно данные, касающиеся общей выживаемости, потому что все-таки то, с чего я начала свое выступление, это основная цель лечения больных диссеминирным раком молочной железы, в том числе и хир-2 положительным. Ну и продолжая тему исследования Клеопатра, хочу еще обратить ваше внимание, вот здесь по годам представлены данные об эффективности, о преимуществах варианта лечения с двойной антихир-2 блокадой. Здесь нетрудно заметить, что преимущества комбинации с тростузумабом и пертузумабом, ну, разумеется, в сочетании с доцитоксилом, они сохранялись на протяжении всех 8 лет наблюдения за больными. И вообще вот авторы этого исследования говорят о том, что из всех доступных в медицинской литературе исследований, которые посвящены лечению диссеминированного хир-2 положительного рака молочной железы, это исследование имеет максимальный период наблюдения за пациентками, медиана составляет 8 лет, а максимальное время наблюдения за отдельными пациентками в этом исследовании составляет 120 месяцев, то есть 10 лет. Ну, и жизнь не стоит на месте, и, собственно, мое сообщение, наверное, в большей степени должно озвучить какие-то перспективные направления. То, о чем я сказала, это наш сегодняшний день. А что нас ждет дальше? Я постаралась как-то сгруппировать информацию, которую нашла в литературе, сгруппировать по каким-то, так сказать, лекарственным группам препаратов. И начну с новых тирозинкиназных ингибиторов. Ну, в нашем арсенале, вы хорошо знаете, доступен единственный пока в России тирозинкиназный ингибитор – это лопотиниб, но про него мы говорить не будем, как будто бы там более или менее его роль и его ниша в лечении этой патологии, она известна. Я коснусь других препаратов, которые либо уже как-то себя зарекомендовали и вошли в рекомендации, либо только находятся на стадии различных фаз клинического изучения. Ниротиниб. Ну, этот препарат часто обсуждается на международных конгрессах. В большей степени он обсуждается применительно к адювантной терапии, поскольку он уже одобрен, FDI, для адювантной терапии, что касается метастатического рака молочной железы, то пока проводится третья фаза исследования, результаты которой мы пока не, так сказать, они недоступны, но из исследований предыдущих, в частности исследований второй фазы, известно, что, например, ниротиниб в монотерапии позволяет получить частоту объективных эффектов в 56%. Вот интересно влияние, точнее, эффективность этих препаратов у больных с метастатическим поражением центральной нервной системы. Ну, вы хорошо знаете, что хирдванеоположительный рак молочной железы, он имеет обыкновение метастазировать, и довольно часто это делает, метастазировать головной мозг, и мы всё время обсуждаем, что антитела, тростузумаб, пертузумаб, они довольно крупные, и им трудно проникнуть через гематоэнцефалический барьер, не знаю, так или это или не так, но в своё время лопотиниб тоже изучался применительно вот к проблеме метастатического поражения головного мозга, и действительно комбинация капицитабин-лопотиниб, которую мы иногда назначаем таким больным. И вот нейротиниб, посмотрите, в комбинации с капицитабином в рамках исследования, правда, второй фазы, но всё-таки эффективность этого препарата, этой комбинации при метастатическом поражении центральной нервной системы 49%, но я бы не стала ставить здесь жирную точку, и вот насколько я посмотрела такие обзорные статьи крупнейших учёных европейских, американских, зарубежных, я поняла, что всё-таки эта проблема требует дальнейшего изучения, может быть, в рамках исследований каких-то третьей фазы, честно говоря, трудно представить, как может быть составлен дизайн такого исследования, но тем не менее, наверное, над этим нужно как-то дальше работать. Следующий селективный ингибитор HER2 и GFR – токотиниб, тоже препарат, который находится на разных этапах клинического исследования, и в комбинации с капицитабином, например, и тростозумабом сообщается о довольно высокой частоте объективных эффектов – 61%, в комбинации с ТДМ частота объективных эффектов – 48%, и вот также интересные данные, мне кажется, касаются больных с метастатическим поражением головного мозга, вы видите, примерно сопоставимые с нейротенибом данные по эффективности – около 40% больных – 42%, в комбинации с капицитабином и тростозумабом, правда, здесь ещё добавлялся тростозумаб, вот такая комбинация позволяла получить объективные эффекты со стороны очагов в головном мозге. Ну, два других препарата, я даже не ручаюсь за то, что я правильно русскоязычное написание здесь представила, но пыталась с английского варианта как-то это сделать, пиротениб и позиотениб, это необратимые панхиоингибиторы, которые также в исследованиях 1-2 фаз довольно оптимистичные дали результаты, и в настоящее время они изучаются на следующих этапах клинических исследований, пока результаты этих исследований нам не доступны. Новые антихир-2 антитела. Ну, в нашем распоряжении сейчас есть тростозумаб, тростозумаб, и вот ещё один препарат, который также как бы входит в клиническую практику, это, боюсь не выговорить, маргетоксимаб, это антихир-2 тело, антихир-2 антитела с повышенной афинностью к CD16A, это его высоко и низкоафинным формам, это CD16A является рецептором, FC-рецептором, который играет важную роль в противоопухолевом клеточном иммунитете, поэтому, соответственно, направленность такой терапии может быть даже в большей степени как бы иммунная. Но пока мы располагаем только исследованием первой фазы, это всего 24 больных, которые многократные курсы уже получали химиотерапию, антихир-2 терапию, и при том, что частота объективных эффектов была зарегистрирована всего у 17% больных, как я понимаю, это вот те четыре больные, у которых были зарегистрированы объективные эффекты. Но вот у трех из этих четырех больных с объективными эффектами, посмотрите, как долго удавалось поддерживать контроль над болезнью, от 39 до 54 месяцев. Поэтому, безусловно, эти данные интересны, и несмотря на то, что объективных эффектов как будто бы не так много, но длительный контроль над болезнью. Ну и исследование SOFIA, это третья фаза клинических исследований, в которой сравнивается вот это новое антихир-2 антитело с химиотерапией, сравнивается с контрольной группой, в которой больные получают тростозумаб и химиотерапию в третьей линии лечения. Поэтому будем ждать результатов этого исследования. Без специфические антитела. Ну, мы говорим о двойной блокаде, антихир-2 блокаде, да, и в последнее время мы чаще это вспоминаем двойную антихир-2 блокаду тростозумабом и пертузумабом, и для метастатического, и для раннего рака молочной железы. А вот, насколько я понимаю, бессецифические антитела, они как бы позволяют в одном препарате соединить вот два и более антител, которые могут взаимодействовать с двумя мишенями или эпитопами одного или двух рецепторов и таким образом влиять на большее количество сигнальных путей, которые стимулируют, могут стимулировать опухолевый рост. Здесь вот только такие номерные названия препаратов, но тем не менее для двух первых препаратов довольно такие оптимистичные цифры контроля болезни 70%, 50% и в том числе частота регрессии, частота объективных эффектов, частота регрессии 33%. Ну, опять же таки, повторюсь, будем ждать результаты дальнейшего изучения этих препаратов и будем следить за этими результатами. Конъюгация цитотоксических препаратов с антихир-2 антителами. Ну, на мой взгляд, совершенно гениальный препарат ТДМ-1 по своей сути, когда, наверное, я бы сказала так, самый таргетный из всех таргетных, потому что суть этого препарата заключается в том, что цитотоксический агент, ментензин, присоединён как раз к антителу хир-2. И поэтому вот это антитело хир-2, оно выполняет такую, что ли, транспортную функцию и присоединяется именно к клетке, на которой гиперэкспрессированы рецепторы хир-2. Ну, это не только, конечно, опухолевые клетки, но в основном это опухолевые клетки, потому что экспрессия хир-2 на нормальных клетках, она существенно меньше. Поэтому цитотоксический препарат высвобождается именно вот в этой нехорошей опухолевой клетке, поэтому мы говорим о таргетности воздействия и о минимизации токсических эффектов, потому что все токсические эффекты в основном сосредоточены на опухоли, а нормальные ткани страдают в меньшей степени. Ну и вы хорошо знаете тростузумаб мтанзин, ТДМ-1, он, во-первых, уже давно и прочно вошёл в повседневную нашу клиническую практику при медистатической болезни, а теперь ещё вот уже вы слышали, что он, так сказать, уже входит и в адювантную терапию, пока не дошло это до России, но за рубежом это уже так. И вот эта идея, она была использована и при разработке других препаратов. Например, вот они представлены здесь все в таблице, для двух из них имеются уже какие-то данные первых клинических исследований. Опять боюсь сбиться в произношении. тростузумаб дурукстекан, наверное, так. Но суть заключается в том, что антихер-2 антитело тростузумаб соединено с ингибитором топоизомеразы-1. Фазы исследования, вторая и третья фазы проходят. Первые данные – это частота объективных эффектов чуть больше 50%. Вот что интересно, я здесь представила данные по объективным эффектам при гиперэкспрессии хер-2, когда мы говорим о выраженной экспрессии, обозначаемой тремя плюсами, и объективные эффекты при хер-2 менее выраженном – 1+, 2+, при этом это фиша отрицательная. Казалось бы, в этой ситуации мы не должны вообще вспоминать про антихер-2 терапию по существующим ныне каноном. Но тем не менее, вот этот препарат, о котором я говорю, около 50% объективных эффектов позволяет достичь и у больных с такой вот сомнительной и даже, можно сказать, слабой экспрессией рецептора эпидермального фактора роста второго типа. Ещё один препарат, который представляет собой комбинацию тростозумабы и алкелата, и тоже, в общем, такие довольно обнадёживающие результаты и по частоте объективных эффектов 33%. И опять мы видим, что есть довольно такие значимые данные по объективным эффектам при слабой и умеренной выраженности экспрессии хер-2, причём разные результаты для гормонозависимых и гормононезависимых опухолей. Поэтому, безусловно, препараты, наверное, будут в дальнейшем изучаться, и мы через какое-то время сможем увидеть последующие результаты. Ну и ещё 4 препарата, которые просто я привела, чтобы аудитория понимала о перспективах развития этой группы, но пока никаких данных клинических исследований я привести не могу. Говоря о любом виде лечения, мы, конечно, всегда держим в голове моменты резистентности, потому что именно эта проблема делает рак неизлечимым и, к сожалению, делает такими довольно всё-таки фатальными перспективами метастатического диссеминированного рака молочной железы. Это не является исключением и хер-2 положительный рак. И вот среди механизмов развития резистентности к тростузумабу обсуждается сигнальный путь, который вот опосредован ПИ-3К, АКТ, МТОР и дальше уже в клеточном ядре это комплекс различных структур, которые участвуют в пролиферации, а точнее циклинозависимые киназы. И мы на самом деле вот эти все группы препаратов, которые здесь обозначены, и ингибиторы ПИ-3К, ингибиторы МТОР, ингибиторы СИДК-4,6, мы привыкли, что мы про них говорим применительно гормонозависимому раку молочной железы. Но вот ряд исследований посвящены изучению этих препаратов при хер-2 положительном раке молочной железы. И здесь, в общем-то, довольно интересно имеются данные. Ингибиторы МТОР. Ну, традиционно серия этих исследований называется Болеро. В частности, Болеро-1 посвящено изучению паклитоксела, комбинации комбинации паклитоксела и тростузумаба в сочетании или без эверолимуса. То есть две группы больных, одна получает эверолимус, другая не получает. Примечательно, что это первая линия терапии, то есть не такие интенсивно предлеченные больные, которые вот принимали участие в исследованиях с новыми препаратами в первой-второй фазах. И очень интересно, что при том, что медианы времени до прогрессирования в сравниваемых группах были сопоставимы, оказалось, что выигрыш при гормононезависимом раке молочной железы оказался более таким значимым и составил более 7 месяцев. Вот здесь представлены абсолютные данные, абсолютные цифры в группе эверолимуса. То есть вот при гормоне, казалось бы, да, мы привыкли, что эверолимус и гормонозависимый рак, вот в данном случае эверолимус оказался более эффективным при гормононезависимом раке. Но лечение было довольно токсичным. Вот вы видите, здесь представлены симптомы токсичности третьей-четвертой степени. Это 25% глубокой нейтропениз, томатит 13%, анемия, диарея. Еще одно исследование с эверолимусом – это исследование Болеро-3, в котором сравнивался тростузумап с венорельбином. Опять же-таки такой же дизайн в сочетании или без эверолимуса. Но это уже в этом исследовании принимали участие больные с резистентностью к тростузумабу, больные, которые раньше получали уже токсаны. Ну, на мой взгляд, здесь медиана времени до прогрессирования, точнее различия, они не очень может быть выразительны, хотя они достигли с формальной точки зрения статистической значимости с преимуществом в группе эверолимуса. И один препарат – это ингибитор PI3K, пирололисип, панингибитор первого класса. И в основном мы располагаем сейчас информацией о том, что препарат изучается в исследованиях первой-второй фаз в сочетании с тростузумабом и с добавлением или недобавлением поклитоксела. И всё, что мы пока можем сказать о такой комбинации, это то, что она обладает удовлетворительной переносимостью, но реальная эффективность зафиксирована была только в группе с поклитокселом. И, наконец, ингибиторы циклинозависимых кеназ 4 и 6, которые, как я сказала, мы уже активно используем, два из них во всяком случае в России при лечении гормонозависимого рака молочной железы, HER2 негативного. А вот при HER2 положительном раке молочной железы, вот здесь перечислен ряд исследований, которые мне удалось отыскать в литературе, в которых те или иные ингибиторы CDK4.6, сочетались в том или ином варианте с анти-HER2 терапией. В основном эти исследования, что называется, в ходу, то есть мы можем просто констатировать факты их проведения, но пока не можем обсуждать результаты. Это исследование MONAR-HER, это комбинация обемоциклибы с тростузумабом, патина, палбоциклиб, тростузумаб, пертузумаб и ингибиторы ароматазы. Это исследование с одной группой, то есть исследования, призванные оценить токсичность и первые данные получить по эффективности. Исследование СОЛТИ, палбоциклиб, тростузумаб, здесь уже появляются две группы сравнения. Больные, которые помимо палбоциклиба и тростузумаба получают литрозол, либо не получают литрозол. И вот здесь уже есть первые данные. В это исследование на самом деле включались не только больные гормонозависимые, но и больные с отрицательными рецепторами эстрогенов и прогестерона, но они, соответственно, не получали литрозол. Шестимесячная безрецидивная выживаемость по группам, как я их перечислила, составила 33%, 40% и 53%. Максимальная, как вы понимаете, она была в группе гормонозависимых больных, которые получали и палбоциклиб, и тростузумаб и литрозол. Это 53,3%. И вот интересно, что после того, как был изучен молекулярно-генетический профиль, то оказалось, что наибольший выигрыш в безрецидивной выживаемости был при люминальном, в отличие от нелюминального рака молочной железы, 12 и 4 месяца в этих группах. Ну и 4 последних исследования. Палбоциклипс ТДМ1, палбоциклипс тростузумабом, пертузумабом, анастрозолом, рибоциклип тростузумаб или ТДМ1, палбоциклип тукотениблитрозол. Эти исследования пока только могу озвучить, что они проходят, но каких-либо результатов представить не можем. Ну и, наконец, иммунотерапия, которая сейчас так очень мощно набирает обороты. И на самом деле, при том, что рак молочной железы так исторически считался не слишком иммуногенной опухолью, но все-таки сегодня уже мы понимаем, что два подтипа рака молочной железы – это тройной негативный, их и два позитивный. Они, по-видимому, среди всех остальных подтипов обладают максимальной иммуногенностью, и косвенно об этом свидетельствует и высокая мутационная нагрузка, и большее содержание лимфоидных элементов в строме опухоли, и экспрессия ПДЛ-1. И поэтому, собственно, различные варианты иммунологических подходов в лечении стали изучаться вот именно при HER2 положительном раке молочной железы в том числе, ну и при тройном негативном. Об этом, видимо, или говорилось, или будет еще говориться на этой конференции. И вот исследования здесь, четыре я нашла в литературе, но, возможно, это не все, безусловно, проводящиеся. Исследование дживелин, монотерапия авилумабом. Ну, каких-то положительных эффектов исследование не дало. Исследование панацея тростузумаб с пембролизумабом. Ну вот, что касается объективных эффектов тоже и времени до прогрессирования, то во всей группе это не очень такие выразительные цифры, а вот при ПДЛ- положительном раке молочной железы продолжительность жизни 16 месяцев. Но это больные, как я понимаю, высоко, то есть больные, которые раньше получали большое количество линий химиотерапии, антихир-2 терапии, поэтому пока это только первые результаты. Ну и два последних исследования, это ДМ-1 и атезолизумаб, который показал существенный выигрыш при положительном ПДЛ-1 и выраженность травмальной лимфоидной инфильтрации. И исследование первая линия по клетоксилл страстузумабом и протузумабом в сочетании или без атезолизумаба. Исследование, которое пока только проводится и, как и многие предыдущие исследования, пока мы не можем обсуждать результаты. Ну, таким образом, вот наиболее, может быть, значимые исследования, которые показали уже какие-то перспективы дальнейшего изучения препаратов или комбинаций. Вот я попыталась их собрать в своем сообщении. Но хочу в заключении сказать, что сколько будет жив человек и сколько будет существовать человечество. Наверное, ученые, та небольшая часть человечества, которым интересно что-то новое узнавать, они будут стремиться это новое познать. И что касается медицины и онкологии, создать какие-то новые препараты. Поэтому процесс этот бесконечен. И на большое количество предстоящих конференций, во всяком случае, мы обеспечены темами для вот подобных докладов. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Марина Борисовна. У нас есть возможность задать вопросы к Марине Борисовне. Марина Борисовна, ну все-таки вот вы говорили о перспективах применения иммунотерапии вместе в комбинации с анти-ХЕР-2 терапией. Вот как вы считаете, у нас есть своего рода различные маркеры. Вот если помечтать, поговорить о мечтах в далеком будущем. Сколько перспективно для ХЕР-2 позитивного рака молочной железы в одеванте назначение иммунотерапии? Ведь для меланомы, хотя тот орган достаточно иммунокомпетентный, обсуждается назначение иммунотерапии. Вот вы с точки зрения, как ведущий специалист в этой области, каковы вообще считаете, перспективы в одевантном режиме? Ну, на самом деле, мне кажется, немножко рано говорить о перспективах одевантной терапии, потому что мы еще не совсем понимаем перспективы при метастатическом раке молочной железы, ХЕР-2 положительном перспективе иммунотерапии, поскольку все препараты входят в нашу жизнь очень однотипно. Сначала мы их изучаем у больных, которые не имеют никаких других альтернатив лечения, да, потом мы переходим там ко второй линии, к первой линии и так далее. По иммунотерапии мы практически только сделали первый шаг. Я только могу предполагать, что вот те характеристики опухоли, которые я перечислила, но еще раз их озвучу, это все-таки высокая мутационная нагрузка для ХЕР-2 положительного, но скорее здесь нужно говорить о гормононезависимом раке молочной железы, то есть не о тройном позитивном раке молочной железы. Высокая вот эта способность к возникновению мутации, к изменчивости опухоли и, соответственно, к возникновению новых антигенов, все-таки большая доля опухоли с высокой лимфоидной инфильтрацией, это известно тоже для ХЕР-2 позитивного рака молочной железы, примерно так же по частоте, вот как для тройного негативного. И гиперэкспрессии PD-L1, вот эти косвенные признаки позволяют все-таки говорить о том, что иммунотерапия тот метод, который должен изучаться. Тем более, что вот мое личное убеждение, что если говорить просто о чисто таргетных каких-то подходах, то мне кажется, что мы достигли предела возможности этих препаратов, и мы видим, что сколько бы мы ни комбинировали какие-то препараты там с разными вариантами, скажем, механизмов действия, мы все равно вот какого-то плата эффективности уже достигли. А с точки зрения вообще таких общебиологических, наверное, моментов, конечно, собственный иммунитет хозяина опухоли, наверное, нет ничего лучше, как заставить его самому бороться с этой опухолью. Все остальное очень механистично, и мы никогда не докопаемся до сути, и никогда не поймем, какой нам сигнальный путь заблокировать, потому что их миллион, тут же возникает какой-то, видимо, обходной путь, поэтому и эффективность тех схем и режимов, которые мы имеем, они, в общем, существенно не повышаются. И еще очень важный вопрос, если опуститься с небес на землю, все-таки основная для HER2-позитивного рака молочной железы, это назначение анти-HER2-терапии. И действительно, наши пациенты сначала дожили до двойной комбинации в метастатике, сейчас до ТДМ, и медиана выживаемости там 5 лет, 2 года и так далее, и так далее. И вот вы продемонстрировали тот список препаратов, которые тоже в этом направлении анти-HER2-терапии, то есть пациенты доживут до нового, более эффективного лечения. У меня вот такой вопрос. А если пациент длительно получает анти-HER2-терапию, а эффект хороший, мы видим стабилизацию год-два, надо ли дальше продолжать таргетную терапию? Ну, на этот вопрос я не вижу ни в одних рекомендациях четко обозначенного какого-то такого тезиса, но в целом считается, что при прогрессировании, например, на фоне приема тростузумаба, его не рекомендуется прекращать вместе с прекращением, например, химиотерапии или гормонотерапии. Рекомендуется поменять компонент или химиотерапевтический, или гормонотерапевтический, и продолжать все-таки блокаду HER2 тем или иным способом. Ну, мы можем на каком-то этапе присоединить пертузумаб, ТДМ, лопотениб, в зависимости от наших еще и возможностей доступности препаратов. Но в целом, судя по всему, блокада вот этого сигнального пути, она должна быть относительно постоянной, если позволяют, скажем так, проблемы, связанные с токсичностью, а к антихерботерапии при каких-то, наверное, рецидивах заболеваний очередных мы должны присоединять уже химиотерапию или гормонотерапию. Ну, вот как-то, наверное, так. Но четких рекомендаций я нигде на этот счет не видела. Продолжение следует...